здравствуйте давно не показывал каких никаких своих огородных дел вот попробую привить вот это знаю что рано но стволики лучше подходить не будут потому что надо все-таки сажать конечно эти арбузы раньше чем при подвой но у меня как всегда все через одно место поэтому мы попробуем сделать это сейчас одно к другому вот прививка у нас будет и язычковые покажу как получится если получится никак не могу найти свои лезвия заветные купить новые не могу нигде потому что нигде почитай лезвия опасные не продаются не знаю ну короче попробую сейчас сделать вот так буду прививать стволики конечно разные вот но попробуем у тыквы сделаем срез сверху вниз не до конца у арбузика снизу вверх не до конца зацепим их друг за друга и соединим этой фольгой скрутим и сверху защип оденем зажим и посадим вместе ничего не отрезая пока но у тыквы мы уберем этот рост после двух семидолик точку роста попробуем вырвать чтобы она в арбуз пошла пару раз у меня получилось и раз за четыре не получилось так что я еще тот прививатель арбузов вот так получилось место соединения точку роста еще не убрала сейчас уберу и сверху одену пакетик палочку поставила чтобы с ним их не прижимала все конечно не как надо и не посередине и стакан идиотские ну короче посмотрим что получится если что-то получится это прям будет удача видите совсем разные они по стволикам привой подвое это просто невозможно пока я буду ждать когда здесь листы появятся снова мои вытянутые рассады арбузы не знаю уже наверное по 2 перерастет не знаю как есть еще один способ прививки когда вот здесь серединочку это вынимаем точку роста арбузик надрезаем острым углом и вставляем как бы в дырочку сделанную зубочисткой в основном стволе по двое попробую так тоже но у меня не получалось если честно но мне же никто не запрещал правда попробовать сотый раз вот получается примерно как то вот такая картина ну посмотрим семидольки я немножечко отрежу до половины чтобы испарение влаги немножко уменьшить и чтобы наверно проще было закрыть в общем ну вот так я их поставила вот один вот второй кто-то спрашивал зачем я так много сажаю все его этих дынь арбузов да потому что я половину вот так-то спагань экспериментами чтобы вы думали я все посажу что ли нет мил мои надо же попытаться помочь от растяжки то так все просто не должно быть пойдемте в этот солнечный морозный день апрельский посмотрим что у нас в огороде с вами ночью было я думаю что минус 6 такие листочки у нас уже на смородине мы находимся севернее москвы александров владимирской области так скажем границы это крыжовник и поэтому у нас и листья и цветы распускаются позже чем вот у моей подруги допустим дача в сторону подольска там уже все на на зеленые цветущие здесь после обеда только после двух так вот солнце вот мы кое-как на спешку наспех укрывали то что можно было укрыть абрикосы там виноград но долбанулась сильно морозом конечно сильно вот нас черешня разбитая но вот много очень плодовых почек у нее уже открытых видите цветы не успели открыться но я думаю их собьет потому что сегодня не единственная ночь мороза было будет еще вот они мои красавцы так что правильно мне наверное говорил григорий митрофанович не черешины у нас края не черешни вот молодая черешня еще видите листьев то нет не то что там плодовых почек хотя внизу думаю будет может быть парочка плодовых но это чисто так посмотреть сортность все из питомников но вот та большая она уже видите цвет почти пустила такая же история с грушей вот мы поставили машину так чтобы от северного ветра закрывать немножко грушу но не знаю актинидия в общем ей не страшно она достаточно стойкая да и почки очень маленькие еще вот еще черешня но она тоже почки еще никакие поэтому может быть и все нормально будет виноград я даже боюсь совершенно посмотреть открывать пускай сам приезжает открывает клубнику кстати совсем не побила ну то что зимой не вымерзла в общем не вымерзла сейчас но у меня есть самый большой повод расстраиваться это моя теплица молодой сашин виноград видите тоже побила он будет очень расстроен вот короче это очень плохо в общем но мы сами виноваты надо было тогда убирать что ли от края надо было в центр все стаскивать мои понятное дело до лежат вот все и так не бог есть какая рассада так теперь она еще и загнулась напрочь и что самое мне удивительное короче что даже под куполом под моим есть те которые полегли вот так вот мы рассадку растим сейчас открою может не знаю может быть встанет но вроде как мне кажется даже может быть и встала короче вот надо было так рисковать и не поставить сюда обогреватель на вот эту ночь все что понятное дело да стоит по заборту у меня рубанула но самое большое еще расстройство я все видите сюда затащила ветрище был страшнейший я думала все раза разгонит ведь виноград надежда азосы далее здесь были уже кисти в общем с ягодками сашка приедет будет в ужасе просто вот видали заодно ночью сруба срубила просто под корень конечно винограда есть еще почки замещения там он сам об этом говорит но вот с этого винограда мы уже ранее урожай точно не получим и вот второй виноград смотрите лозы которые в эту сторону направлены видите есть кисточки а вот эти все это вот есть а это все побег он по моему уже делал зеленую а щипку лишних побегов но тоже виноваты сами ну что нам мешало к бочке их пододвинуть все что на улице укрывали закрывали а здесь такая зеленая масса на первым делом гибнет ну допустим как вот это вот все вот самый прикол смотрите а вот это буквально в 50 сантиметрах и уже другая история а вот это сейчас мне все испачкает меня тут трется и перец что для меня удивительно видите стоит ну короче единичные выпали в общем но выпали и как всегда конечно наверное скорее всего то что для меня ценно поэтому уже буду сажать что есть но короче я мягко говоря в ужасе вот мы укрывали закрывали чем могли виноград ведрами пластиковыми от ветра это защищает от морозного холодного я не знаю короче открывать не буду то что еще три дня обещали по ночам вот такое но вот по обещанному сегодня ночью должно было быть минус 2 я думаю что минус 2 теплицу и уж тем более еще и купол внутри стоящий никогда бы не пробил понимаете значит я думаю что было минус 5 минус 6 и что это даст вот эти укрытия то что почки винограда тронулись зона рискового земледелия мать и а чесноков хоть бы хны понятно да лук пока мне еще не зашел здесь молодая клубника и и почти не видно то есть вот они еще только ведь себе кустики небольшие малейсенькие они замульчированы листвой и конечно же им не было так вот холодно как более высоким но даже вот смотрите-ка анзур видите мелкий эту листья повесил ну короче здорово здесь капуста посажена ранние сходов пока нет ну ладно нам торопиться некуда в общем она еще есть капуста ранее у меня в теплице там уже есть они все вот так а здесь я посеяла лук здесь у меня нет закрытой гряды и и видите два черных закопанных спонбонда в лунке буду сеять здесь тыквы и кабачки для кур чтобы мне их не полоть посадить пока они маленький спонбонд не даст зарасти а когда они большие будут они уже сами никому хочешь что хочешь не дадут вот здесь вот у нас мы сажаем картошку ну поле с прошлого года перекопано под посадкой сейчас видите немножко уже поросло но ничего и она здесь засыпана куриным пометом вылежала вылеженным и видимо червей много потому что все тут кроты изрыли дать бы кротам картошку пускай все равно роет сами бы сажали а вот бы был офигенная тема была бы вот здесь тоже сажали не знаю наверно в этом году тоже будем сажать а вот под перголами две гряды там перцы с баклажанами я сажаю а в другой гряде огурцы в этом году поменяю их местами вот потому что теперь голос стоят очень четко прямо над этими над самой грядкой немножко их перекосило да да точно надо их сказать саша но он и увидит сам немножко подобьет их чтобы ровно было и вот этот вот отсек у нас получается с той стороны как раз мы хотим для индюков сделать а вот все что вы видите прикрыты ведрами и закрыты это винограды яблоня вот еще в цвет не ушла говорю же мы севернее но тоже есть почки вот цветоносы надеюсь что такого размера еще их не срубит уж очень хочется моей девочки сладкой свои яблочки иметь короче вот такие у нас огородные дела пока все печально досадно ну ладно прорвемся пора ну так Продолжение следует...